я была на донбассе я была на донбассе и это не помогло донбасс действительно не прачечная ну что друзья это продолжение роликов про на анастасию евлееву рубрика называется я была на донбассе но это не помогло мне и не успели мы с вами отснять вернее не успели не успела наша команда отснять ролик про анастасию евлееву про ее голую вечеринку про наказание которое было и про ее интервью луке ябкову который третий ков на этим пропагандистом новым в российской федерации как настя евлеева снова засветилась снова засветилась в российских новостях и телеканал дождь передает следующую информацию что оказывается у анастасии евлеева налоговая служба российской федерации заблокировала ее счета ну так говорится в целом информация оказалось что анастасии евлеевой долг перед налоговой с 2020 по 2023 год более 11 миллиардов рублей что это значит это значит примерно 130 тысяч долларов видимо анастасии евлеевой была договоренность о том что она не будет платить эти деньги или платить их будет с каким-то определенным погашением со временем но голая вечеринка перевернула ее жизнь и даже пояска на донбасс свой день рождения нахождение рядом с передком своим передком да и трагичного вида вдовы в интервью луке ебкова даже это ей не помогло потом оказалось что после этого интервью луке ебкова которое мы снимали видео и рассказывали как она там выглядит и в принципе что она олицетворяет в условиях современной россии да после этого после этого интервью она оказывается открыла какое-то кафе ресторан и жители значит граждане россии на нее пожаловали что-то им не понравилось в аббревиатуре в названии этого лога для кафе ресторана результате она была вынуждена закрыть и конечно ее в результате прессуют по всем статьям но это показательная безусловно порка для анастасии явлеевых выйдет ли она из этой ситуации или нет неизвестно но я говорил в первом ролике про анастасии явлеев что это прямое доказательство того и показывает какие в каких разных странах мы живем российская федерация и украина российской федерации ты можешь быть крутым блогером известным человеком собрать на свои вечеринки за 250 тысяч баксов собрать всех там условно грязь звезд в россии основных отпраздновать показать какой-то крутой а потом ты можешь целовать сапоги и туфли путина из крокодиловой кожи понимаете и потом полгода или год плеваться кровью рассказывать как ты любишь путина потому что именно в этом интервью анастасия явлеева рассказала ответила на вопрос как бы она чтобы она сказала путину встретив его сейчас она добавила чем вам помочь владимир владимирович в тот момент когда она говорила в первом интервью не задолбался ли владимир владимирович значит всю эту лямку тянуть намекая сарказмом что путин перешел все берега потому что невозможно управлять и быть президентом страной там 25 лет там и так далее или пожизненно а в этом значит ролики после того как прачечная сработала да сработала прачечная она говорит о том чем вам помочь владимир владимирович это показательная история не только для россиян а и для нас для жителей для граждан украины каких странах разных мы живем и когда россияне говорят о том что они с украинцами брат братья такие братья украине нужны безусловно это разные народы это разные этносы и я рад что украинцы именно такие какие есть свободолюбивые казаки и пусть украина всегда будет такой ну а всем украинцам всем жителям украины разных национальностей которые живут здесь в украине продолжаем допомогаты силам обороны украины донатим на зсу обовязково не опускаем руки допомогаем друг другу допомогаем своим соседям которые нуждаются допомогаем помогаем соседям у которых есть маленькие дети они нуждаются в этом украина была есть и будет как один кулак как страна крепость и пусть всегда такое остается мы преодолеем все невзгоды а для нас для армян а я украинский армянин сам вел и специально этот эфир делаю для вас из киева вы видите что у меня за спиной и для нас для армян это война это противостояние и борьба за свободу она очень и очень важна потому что победа украины это победа армении и каждый здравый армянин каждый молодой армянин каждый здравый армянин особенно те кто не связаны совком думают именно так большая часть нашего армянского народа за перемогу украина и больше того армянский и украинский народ связано исторически очень и очень сильно смотрите наши исторические ролики про княжну а ну про историю арцаха как все это было как это было и как этим воспользовалась советская власть и так далее смотрите наши исторические ролики они очень и очень важны и если вы думаете что они только армянский то нет я Я скажу нашим братьям и друзьям украинцам, что армянские ролики, которые мы будем снимать, они также и украинские. В них вы узнаете очень много интересной истории про становление Киевской Руси, про становление Украины и про связь между нашими народами. А пока, друзья, если вы досмотрели до конца, а вы досмотрели до конца, я рад этого приветствовать. Вас подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш Telegram-канал, на наш Instagram обязательно подписывайтесь, и на все пять информационных площадок, на которых мы публикуемся. Но самое главное, подписывайтесь на наш YouTube-канал, который превращается в интернет-видение КАП-ЮА-АЭ. Ставьте обязательно лайк, тогда еще 10 человек смогут увидеть этот ролик. Пишите свои комментарии, если вы владеете темой, и вообще, если вам есть что сказать, можете даже просто написать «Доброго дня», «Барэвчик», «Вокчунь», все что угодно пишите, кроме оскорблений. Ну и, а еще тем более, если толковое мнение, пишите обязательно. Ну и, если вам нравится то, что делает наш канал, то, что делаю я, и если вы хотите, чтобы у нас в ближайшее время были очень интересные интервью, а мы их готовим, то обязательно подписывайтесь на наше интернет-видение в YouTube-канале КАП-ЮА-АЭ. И если вам старше 60 лет, и вы не знаете, как пользоваться YouTube, напишите в YouTube в поиске КАП-ЮА-АЭ, и тогда вы попадете сразу на наше интернет-видение. Будь мой орач, орач и только орач, и КАП-И-МЕ-Ч! КАП-ЮА-АЭ